Но так высока, и так близка, дорога помогай. Президиум в зале заседаний Заксобрания превратили в сцену, а места депутатов заняли дорожные рабочие. В областном парламенте наградили лучших в строительстве и обслуживании тротуаров, улиц и магистралей. Одним из первых премию вручили Сергею Детинину. Он работает на стройке дорог уже почти десяток лет, имеет два профильных образования и массу премий и благодарностей за отличную работу. В работе мне нравится, узнаю очень много новой информации, много знакомств. То есть очень интересная такая продуктивная работа. Новость о том, что его труд заметили и в областном парламенте, застала Сергея на строительном участке на Троицком тракте. Здесь заканчивается один из этапов масштабной реконструкции магистрали. Только в этом году на безопасные и качественные дороги потрачено больше 20 миллиардов. И в зале областного парламента получили награду те, кто внес значительный вклад в реализацию национального проекта. Церемония эта проходит в этом году как раз юбилейная, десятая. То есть 10 лет подряд представляют лучших сотрудников предприятий дорожной отрасли всего нашего региона. Подают заявки непосредственно предприятия, своих лучших сотрудников, потом проводится отбор. Всего награждаемых будет 30 человек. Сегодня почетными знаками и дипломами отметили и проектировщиков, и администраторов стройки, и простых дорожных рабочих. География премии – вся область. Обслуживание действующих и стройка новых магистралей ведется постоянно. К концу осени дорожники обещают сдать около 800 километров новых и реконструированных улиц и шоссе. Иван Абросимов, Павел Востротин, 31 канал.